Дорогие друзья, 5 декабря исполняется 160 лет со дня рождения замечательного русского художника Константина Коровина. К этой дате я подготовила видеокомпозицию, которую назвала «Вдохновенные краски природы». В ней я попыталась раскрыть мир художника не только при помощи хронологии его жизни и творчества, но прежде всего мне хотелось заострить ваше внимание на небольших деталях, из которых и рождается вдохновение большого мастера. А помогли мне в этом книги. И сейчас я хочу вас с ними познакомить. Прежде всего, это книга воспоминаний самого Константина Алексеевича «Краски России». Тема «Родина» звучит здесь на каждой странице. Кроме того, из этой книги мы узнаем о том, что художник был еще и прекрасным писателем. И тут мне вспоминается имя другого писателя, натуралиста Михаила Пришлина. Прослеживая биографию Коровина, я нахожу немало совпадений с биографией Пришлина. Удивительно, что Пришлин, будучи писателем, считал себя живописцем, а Коровин, будучи живописцем, прекрасно писал. Давайте прочтем из рассказа «Охота за счастьем» Михаила Пришлина такие строчки. Теперь я понял себя, что по природе я не литератор, а живописец. Ведь я мало смею выдумать. Я работаю по натуре. И если дерево стоит направо, а я напишу налево, то рисунок мне обыкновенно не удастся. Но я вижу все живописно и, не приученной к рисованию, пользуюсь словами и фразами, как красками и линиями. Так, будучи по природе живописцем, а еще вернее музыкантом, я стал пользоваться для выражения себя силой другого искусства. И я думаю, что объединяет этих двух мастеров кисти и слова вдохновение, которое посетило их еще в детстве на охоте с родителями, когда они оба знакомились с миром русской природы. Она давала им силы и вдохновение. Недаром Константин Коровин предпочел жизни в родной Москве, глубинку России. Давайте откроем книгу «Краски России» и прочтем слова Коровина. «Много в деревне интересного. Куда не пойдешь, все рассказывают то, что не бывает. Что же рассказывать, что бывает, как в Москве? В Москве рассказывается все, что бывает. А тут нет. Тут сейчас так, а через час неизвестно, что будет. Это ведь, конечно, деревня глухая. А как бревенчатые дома хороши. Новая изба, эх, сосной пахнет. Не ушел бы никогда». Кроме воспоминаний, в этой книге напечатаны и рассказы художника. Обязательно прочтите их. Я уверена, что вы оцените легкий стиль слога автора. Следующая книга, с которой я хочу вас познакомить. «Русские художники. От А до Я». Это книга-альбом. В нее вошла небольшая статья о Константине Коровине и дана в прекрасном качестве репродукция его картины, которая написана была в Крыму, «Пристань в горзуфе». Картина написана в стиле импрессионизма. Ее очень интересно рассматривать. Обилие ярких пятен отражает легкую, артистичную манеру автора, который любил изображать сиюминутность и составлять какое-то впечатление. А ведь по смыслу впечатление – это и есть импрессионизм. А об этом стиле мы с вами узнаем, познакомившись вот с этой книгой. О чем расскажут старые картины. Это книга-сказок. И одна из сказок, которая называется «Сказка о хитром художнике», посвящена Константину Коровину, первому русскому импрессионисту. Однажды муха влетела в комнату художника. Хотелось ей полакомиться угощениями, изображенными в натюрморте. Но муха не разобралась и была очень разочарована. Но встреча с художником поставила все на свои места. Да, сказка очень познавательная книга. Прекрасно и проиллюстрирована, опять же, репродукциями Константина Коровина. Пожалуйста, обращайтесь к ней. И вообще, друзья, знакомьтесь с художниками, с их творчеством. Пробуйте свои силы в искусстве. Я желаю вам приятного чтения и просмотра видеокомпозиций вдохновенной краски природы. До новых встреч!